МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! На днях завершились отборочные игры 8-й летний спартакиада учащихся. Сборная команда Московской области по волейболу впервые за 10 лет получила путевку в финал. Это программа «Время спорта» и сегодня мы пообщаемся с тренером и игроками подмосковной команды. Игры отборочного этапа к финалу 8-й летний спартакиада учащихся проходили в Иваново. Участие в них приняли сборные команды 13 областей Центрального федерального округа, юноши 2001-2003 годов рождения. Сборную Московской области возглавил тренер Михаил Неботов. Костяк команды составили воспитанники училища Олимпийского резерва номер 2, в том числе волейболисты из Одинцова. Ребята впервые за 10 лет завоевали путевку в финал, и в этом во многом заслуга тренерского штаба. Совсем недавно завершились отборочные игры 8-й спартакиада. Среди учащихся команда по волейболу, команда Московской области, впервые за десятилетие, вышла в финал. Насколько сложным эти игры были для ребят? С каким настроем вы туда отправлялись и довольны ли вы результатом? Ну, тут даже не знаю, с чего начать, да. Давайте начнем, наверное, с последнего. Мы результатом очень довольны. Почему? Потому что за такой большой период Московская область отобралась на спартакиаду учащихся. Это очень большое, я считаю, это значимое событие. Дальше могу сказать, что легко не было. Причем все работали, все команды тренировались, все стремились туда попасть. Тем более выходило и две команды. Из 12 команд две команды отбирались на финал спартакиаду. Поэтому ответственность была очень большая, у всех желание огромнейшее было. Все выложились на 100%. Ребятками очень доволен, очень доволен, мы подвели. Сколько дней вы в Иваново провели? Мы в Иваново прибыли 10 апреля. С 11 начались игры, с 11 по 21 число включительно. То есть 21 числа у нас была финальная игра с Москвой, которую мы, к сожалению, немножко проиграем, но уже как бы нам она уже ничего не давала. Поэтому последний бой там немножко мы в третьей партии удали. Ну, 10 дней за городом тяжело, немножко тяжело. Тем более нас немножко еще выбили два подряд выходных, которые у нас немножко там, блин, мы не каждый день играли. Вот, поэтому, ну, выдержали. Выдержали этот, так скажем, изоляцию от города в лесу. Поэтому как бы все нормально. Кто эти ребята? Откуда они? Ну, это Серпухов, Рошаль, Кубинка, как старый городок, Подольск, Солнечногорск. Ну, и, соответственно, в Ласихо-Одинцово. Училища базируются в городе Звенигород. Базу предоставляет волейбольный центр. Вот эту базу, в которой здесь мы находимся, мы здесь тренируемся, мы здесь живем, мы здесь питаемся. Двухразовые тренировки, трехразовое питание. Все это предоставляется, как бы, за счет договоренности училища Олимпийского резерва в городе Звенигород. Мы находимся на базе фигонбольной команды «Звезда». Поэтому это, как бы, основной. А базу предоставляет волейбольный центр и, соответственно, команда «Искры». Я так понимаю, что «Спартакеада» является для этих ребят ключевым соревнованием сезона, да? Да, да. Это очень серьезный «Спартакеада». Очень серьезный и очень престижный. Когда ребята выходят в финал и становятся лучшими с 12 команд страны по учащимся, это считается очень-очень престижным. Во-первых, они учащиеся, это плюс школе, это плюс баллы школы, и это, соответственно, все директора школы, которые находятся, ребята находятся под «Искротекой». Поэтому я считаю, что это здесь очень престижный соревнование. Но здесь, наверное, был еще такой вот весомый аргумент, пульс за победы, то, что вы являетесь и тренером, да, училища Олимпийского резерва, и возглавляете тренерский штаб сборной команды. Вот как так совпало? «Сам я из Белгорода, работал в Белгороде». «Сильнейшая волейбольная школа?» «Да, да, да. Я играл в свое время, начинал в Белгороде. Вот, поэтому, как бы, там много лет проработал. И когда поступило предложение сюда с января месяца на училище Олимпийского резерва, как бы, я долго не думал и согласился. И вот, я рад, что так получилось. То, что у нас вот все получилось, то, что мы немножко ребят собрали, поработали. И вот такой результат. Я очень рад. В ходе отборочного этапа сборная команда Московской области выиграла все матчи. В финале уступила сборной Москвы со счетом 0-3. Москвичи и подмосковные спортсмены получили путевки на финал спартакиады, который пройдет с 1 по 9 июля в Анапе. С Воронежа была самая важная игра за второе место. Если бы проиграли, то и не вышли. С таким счетом вы обыкрали Воронеж? 3-1. Первая партия проиграли, потом собрались и выиграли. А, ну что вам позволило собраться, выиграть Сорониным? Что, какое-то, не знаю, желание? Или просто так вот, не знаю, как случилось случайно? Сработали замены, то есть вот, что у нас есть, кто может выйти. И, скорее всего, игроки, которые сидели всегда на замене, они первый раз вышли и хорошо слигали. В Белгороде, насколько мне известно, очень четко отлажена система, да, молодежь, которая потом переходит в серьезную команду, да, достигается результатов. Там этому уделяется огромное внимание. Вы уже наверняка успели сравнить систему Белгородскую с подмосковной. А насколько они схожи? Вообще не схожи. Объясню, почему. Раньше, да, в Московской области очень большое количество игроков привлекалось в национальную сборную страны. Сейчас же этого нет. Я не могу сказать, почему. Здесь, может быть, какие-то другие факторы. Но сейчас мы пытаемся это все поднять. Я пытаюсь сейчас немножко это привить, как это есть в Белгороде. Я думаю, что, может быть, это все получится, если мы будем немножко это все делать так, как там. Потому что при наборе ребят, когда мы собирали сборную, там я столкнулся с несколькими большими проблемами. Это касается, в частности, тех тренеров, которые не захотели отдавать нам ребят. Я не буду называть фамилии. Те, кто будут меня смотреть, они сами это все узнают. Поэтому то, что у нас сейчас все это сложилось очень хорошо, и я очень рад. Спасибо тем тренерам, которые не побоялись и отдали нам своих ребят. То есть ребят приходилось собирать, да? Приходилось очень собирать с боем, скажем так, даже с боем. А критерии ваши? По каким критериям вы отбирали ребят, вот вашу команду? Ну, первое, это как бы ростовые данные, первое. Второе, технические данные, как подготовлен игрок технически. Если он подготовлен технически, тут уже, если средний рост, все равно надо брать человека, потому что он поможет, он поможет реально. Самое главное, это я всегда говорил, буду говорить всем тренерам, надо уделять вред технике. Технике. Все, потом, после этого все у нас будет. Если на базу, на эту, на технику положить все остальное, все остальное, все будет хорошо. Ну, а, соответственно, это ростовые данные. Это первый критерий, который должен играть. Насколько велик игровой опыт у этих ребят? Сколько лет тренировок заключали у вашей команды? Некоторые уже выступали в финале. Вот недавно приехали ребята, у нас здесь находятся три человека, которые выступали по 2002-2003 году. Финал России, они там заняли наше второе место, Московская область. Но это финал России. То есть Московская область входит по 2002-2003 году в лучшую, скажем так, восьмерку лучших команд страны именно по возрасту. Потому что там было 12 команд сильнейших, команд страны. Потому что они тоже точно такой отбор проходили, как и мы. Очень серьезная работа у них появилась. Поэтому мы тоже вот так очень хорошо проработали. После такого успешного выступления в Иваново, я так понимаю, что у ребят будет некоторая передышка или нет? Вы не сбавляете темп, тренируетесь дальше, ведь впереди у вас финал. Некоторые ребята выступают за свои области, потому что я как бы распускаю половину ребят, чтобы они играли за свои регионы. Это будет у нас в городе Дубна с 26 по 29 число первенства области. Вот все те, которые здесь находятся, все они разъедутся туда. И будут выступать за свои клубы, в которых они тренировались и работали. Поэтому те, кто у нас останется в возраст, который не участвует в первенстве области, да, это 2003 год, допустим. Те, ребята, у меня здесь останется 4 человека, с которыми я буду индивидуально работать. А когда уже по приезду до закрытого области, я уже буду в полной мере работать и готовиться на спортсмен на финал. В тройку попасть я бы очень не отказался. Все шансы есть по раскладу, все шансы есть. Единственное, конечно, я могу сказать, это там будет Москва, первые фавориты, Красноярск может быть, Новосибирск. Кто из федеральных по кругу вышли две команды, вот это будут самые сильные команды. Поэтому работа будет очень сильная, но я рассчитываю попасть в тройку. Это будет, я считаю, это будет для первого старта, очень, очень шикарный бой. Если мы войдем в пятерку даже, даже в пятерку, как бы я не рассматриваю пятерку, в тройку, то это будет очень, очень хорошо. Ну что ж, мы желаем вам удачи и будем за вас болеть. Спасибо огромное, спасибо. Приходите на волейбол. Продолжение следует...